Сюда приезжают в день свадьбы и в день регистрации новорожденных. Здесь соединяют сердца и просто гуляют всей семьей. Сквер у ЗАГСа на улице Сергея Лозо – знаковое место для жителей всего Красноглинского района. Пока здесь работает техника, но уже к сентябрю пространство преобразится и будет создавать праздничную атмосферу. На данный момент выполнено тротуарное мощение, лестницы, подпорные стенки идут к завершению, благоустройство в виде газонов, освещение проложено. Проект вступает в финальную стадию. Осталось обустроить газон, провести озеленение, установить новые осветительные приборы, скамейки, урны. Также в сквере устанавливают два новых арт-объекта – арку влюбленных и беседку. К ним будут вести экодорожки. Глава Самары Елена Лапушкина проверила ход работ. За благоустройство этой территории по программе формирования комфортной городской среды ранее проголосовали сами жители. Сквер около ЗАГСа Красногленского района, мне кажется, получится таким очень интересным, очень теплым, очень милым семейным пространством, с интересной подсветкой, с интересными решениями. И думаю, молодых пар в этом ЗАГС совершенно точно прибавится. В этом году начался первый этап благоустройства парка «Воронежские озера» в промышленном районе. Работы идут со стороны дублера Московского шоссе до границ храма. Бетонируют чашу фонтана, занимаются подключением коммуникаций, озеленением газонов, мощением дорожек и освещением. Самые масштабные работы по программе формирования комфортной городской среды в этом году идут в парке «Молодежный». Основной фронт работ сейчас со стороны улицы Нововокзальной. На данном объекте ведутся работы по мощению велодорожки, центрального променада, устройство центральных газонов посевных, освещение, разводится автополив, устраивается подготовка под детские площадки и установка маф. Здесь будут установлены арт-объекты в виде букв, которые составят надпись «Молодежь» и урны, скамейки. В следующем году жители смогут проголосовать за второй этап благоустройства парка. Осмотрела Елена Лапушкина и несколько дворов Самары. Во время прошлого объезда жильцы дома 89 по улице Победы в Советском районе пожаловались на скопление воды. Глава города проверила, устранены ли причины. Проблему обещают устранить в ближайшее время, есть договоренности. Двор на Владимирской Чернореченской в Железнодорожном районе был благоустроен одним из первых по программе, которую инициировал Дмитрий Азаров, когда был мэром Самары, двор, в котором мы живем. Сейчас территорию сохраняют, обновляют асфальт, поддерживают малые архитектурные формы. А в Куйбышевском районе Самары уже завершили благоустройство сквера на пересечении улиц Бакинской, фасадной и Пугачевского тракта. Как и сам район, он носит имя Куйбышева. Здесь уложили новое плиточное покрытие, посадили газоны, сделали освещение, установили лавочки и подвесные скамейки. Общие впечатления, конечно, позитивные. Вот этот сквер, на котором мы находимся, сквер Куйбышев, он уже закончен, он уже принимает посетителей, и мы видим, что он стал очень уютным, очень светлым, мне кажется, очень востребованным. Не просто так за него люди проголосовали. Напомним, что в этом году по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» в Самаре благоустраивают пять общественных пространств. В следующем году жители снова могут принять участие в голосовании и выбрать объекты, которые преобразятся уже в 2024 году. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов, Константин Головин. События.